В нашей стране отцов поздравляют ежегодно в 3 воскресенье октября. В этом году праздник всех пап приходится на 20 октября. В преддверии этой даты в Новосибирской филармонии состоялся областной форум отцов. Отцы на такое торжественное мероприятие пришли не одни. Елена и Николай приехали на праздник из Татарского района. Отмечать День Отца планируют всей семьей. Праздник День Отца, ну, это, во-первых, это вся наша семья. Это показать, наверное, всем, как нужно праздновать данное событие в семье. Сегодня для нас праздник, что мы приглашены сюда на этот замечательный концерт. И сыновья, конечно же, постараются поздравить своего папу, сказать ему теплые слова. Как мы будем поздравить своего папу? Ром, ты думал об этом, нет? Ну, во-первых, я очень рад, что мы сегодня встретились, потому что я сейчас учусь в Новосибирске, а моя семья родом из Татарска. И такие встречи на подобных мероприятиях – это уже есть праздник, это уже очень здорово. День Отца – праздник молодой. Официально его учредили всего три года назад. С тех пор роль отца в семье выросла на государственном уровне. Здоровый отец, здоровая мать, снова государственной политики Российской Федерации. Та работа, которая проводится союзом отцов в Новосибирской области, на самом деле, очень высоко ценится в Российской Федерации. Отцовское движение в нашем регионе существует не меньше десяти лет. За эти годы они добились многого. Обсудить, как идут дела в развитии движения, собрались папы со всей Новосибирской области. В этом зале собрались те папы, которые действительно считают, что роль отца в семье, она значима. И мы как раз своим форумом хотим других отцов привлечь к тому, что не надо только говорить о том, что моя миссия – заработать деньги, принести в семью и все. Потому что дети копируют. И, как правило, мы всегда говорим «любовь к маме». Нет. Особенно у девчонок – это любовь к отцу. Для мальчиков же бесспорно эталоном является поведение отца. Задача каждого папы и мамы – привить своим детям правильные семейные ценности. Это и обсуждалось сегодня на форуме. Говорили также о наставничестве, безопасности, патриотическом воспитании, о роли отца в судьбе трудных подростков. Например, таких, как эти воспитанники кардатского специального учреждения закрытого типа, выступавшие с музыкальным номером. У кого-то из них есть отец, у кого-то нет. Это русский мир, русский мир, Россия. Мы в моей стране, самый лучший мир. Новый путь пройдет в наших поколениях. Мы идем вперед, это наше время. Отражением нашего времени стало торжественное вручение медали «Отец-солдата». Это награда общественного движения «Отцы России». Вручается мужчинам-отцам, чьи сыновья проявили мужество, отвагу и героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Спасибо.